доброго времени суток дорогие друзья я вас всех приветствую на своем канале на канале о вязании и не только меня зовут ирина и это мое видео посвящено вот такой красоте красота просто неописуемая я в последнем своем видео вязал очки недовязал очки рассказывала вам о том что я готовлю мастер-класс по баварскому вязанию и значит я этот мастер-класс сейчас вместе с вами проведу и вы научитесь вязать вот такую красивейшую вещь таким способом можно связать плед если вы выберете пряжу например вот такую это пряжа кавказская а вот это пряжа детская пехорка посмотрите какая необыкновенная красота какая цветовая гамма как красиво смотрится этот плед а вы представляете если вы свяжете такое покрывало и положите на кровать это же будет такое необыкновенное покрывало какого ни у кого нет и даже потому что вязка конечно баварская но ведь все равно плед будет индивидуален потому что цветовую гамму вы будете подбирать самостоятельно вы в него вложите свою душу свой труд поэтому красота будет просто необыкновенная но что же дорогие мои давайте приступим к нашей теоретической части и научимся вязать вот такую необыкновенную красоту и так вязать я буду из ниточек пехорка детская вот я выбрала для начала столько цветов и значит здесь у нас 200 метров в 50 граммах это стопроцентные высокообъемный акрил вот и начинать я буду вязать с белой ниточки значит для того чтобы забыла сказать крючок у меня номер три не знаю найду я здесь вот камера не хочет показывать но это крючок номер три и для того чтобы нам начать вязание нам нужно сделать в начале начальную петлю и набрать 40 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 9 40 теперь мы делаем 3 воздушных петли 1 2 3 и сюда вот там где мы 40 петлю воздушную провязали нам нужно провязать 8 столбиков с двумя накидами 2 накида столбик с двумя накидами делать следующим образом сделали 2 накида на крючок и вступаем в нашу петелечку за верхнюю стеночку подцепляем и провязываем вначале один накид затем другой и 2 петелечки на крючке провязываем 1 и вот таким образом нам нужно провязать 8 наших столбиков с двумя накидами и так мы провязали 8 столбиков петли подъема у нас будут считаться тоже за столбик то есть 1 2 3 4 5 6 7 8 8 провязали теперь мы пропускаем 1 2 3 3 петли и вступаем в четвертую петлю и соединяемся столбиком без накида ну что ты не хочешь дальше 2 2 накида на крючок вновь 1 2 3 в четвертую петлю вступаем за верхнюю вот у нас есть нижняя и верхняя стеночка за верхнюю стеночку вступаем и провязываем вновь восемь столбиков с двумя накидами вот таким образом вам нужно довязать до конца ряда и в конце ряда мы с вами встретимся и так мы провязали 1 2 3 4 5 5 к полукругов соединились следующую петелечку вот здесь мы три пропустили в четвертую соединились и теперь делаем два накида на крючок считаем 123 в четвертую вступаем петелечку и теперь мы провязываем 16 столбиков с двумя накидами и значит они у нас будут располагаться 8 с одной стороны и 8 с другой стороны то есть вот сейчас вы провяжите 8 столбиков затем развернете вот таким вот образом полотно и провяжите еще 8 столбиков провязывайте самостоятельно и я провяжу и покажу как это будет выглядеть вот так выглядит это у меня хвостик который у нас был в начале нашего вязания мы сейчас располагаем так чтобы могли его ввязать и теперь мы опять подошли тому месту где мы должны соединяться то есть вот в этом месте мы соединялись внизу ряда теперь мы сюда же вставляем наш крючочек и провязываем столбик без накида и теперь вновь мы провязываем с той стороны за ту стеночку мы вводили крючочек с этой стороны за верхнюю стеночку но она у нас была тот раз нижняя теперь она нас верхняя вот расположили ниточку и теперь провязываем 8 столбиков с двумя накидами и вот точно таким же образом как мы провязывали с другой стороны теперь она у нас нижняя мы должны провязать по 8 столбиков каждую дырочку то есть вот сюда 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 и соединиться в том месте где мы соединялись в предыдущих рядах ну то есть в нижнем ряду теперь он у нас нижний вяжите дальше самостоятельно и так вот мы провязали полностью все наши полу кружки у нас получились полот полноценные кружки да и теперь вот провязали последний раз 8 столбиков с двумя накидами и находим один два три третью петелечку подъема мы соединяемся затем еще раз соединяю и теперь нам нужно обрезать нашу ниточку она нам уже больше не пригодится теперь берем ниточку другого цвета я возьму вот такой что это у меня за цвет малиновый мусс называется какая ниточка итак я беру ниточку контрастного цвета вы можете взять любую да и что-то не хочет резкость у меня сегодня и вот мы закончили да здесь вот у нас петли подъема мы сюда вводим крючочек и вытягиваем нашу петелечку в начале одно я вот так вот располагаю белую ниточку чтобы она у меня пошла в ту сторону мы закрепились и теперь 3 воздушных петли никак не хочется и теперь 3 воздушных петли 2 накида на крючок вводим крючочек с изнаночной стороны затем как бы отодвигаем столбик у нас вот эти воздушные петли здесь мы как бы их отодвигаем и вот так помогаем пальчиком на немножко наклоняем вот нашу косичку до чтобы было удобнее это я для вас для тех кто не вязал так и вот смотрите слева направо протягиваем петелечку провязываем накид еще один и петлю оставляем на крючке теперь вновь 2 накида на крючок смотрим одну мы уже один к столбик уже мы обвели до наша петелька теперь мы смотрим следующий вводим крючочек с изнаночной стороны потом с лицевой вот так немножко отводим чтобы было удобнее протянуть ниточку протянули петелечку провязали и оставили на крючке следующий вы потом когда натренируетесь вы можете потренироваться будете это делать быстро вот таких нам нужно четыре столбика провязать и эти столбики будут у нас с общей вершинкой вот у нас получилось мы провязали 4 столбика вот петли подъема теперь наши вот 5 петелечек получилось мы провязываем одной петлей 3 воздушных петли да я еще хотела сказать смотрите вот петелечку надо вытягивать посильнее придерживайте пальчиком вот эту ниточку и сделайте побольше вот эту петелечку вершиночку потому что сюда мы будем потом провязывать 12 столбиков и если вы сделаете вот эту петелечку тугую то вы потом просто-напросто вам будет сложно провязать сюда 12 столбиков теперь 3 воздушных петли и возвращаемся вот между этими столбиками вот у нас 4 здесь осталось 4 мы провязали между столбиками соединяемся столбиком без накида теперь 3 воздушных петли 1 2 3 2 накида на крючок и мы продолжаем вогнутыми столбиками провязывать начале 4 и оставляем на крючке эти все 4 столбика с двумя накидами вот у нас 4 здесь столбика у этого полукруга оставалось мы провязываем так теперь у нас следующий полустолбик вот они 1234 мы провязываем аналогично то есть провязываю четыре раза и все эти четыре петелечки недовязанные оставляем на крючке два три и четыре всего у нас должно быть на крич на крючке 8 петелечек то есть мы провязали 8 недовязанных столбика вот видите 44 и теперь мы все эти петелечки провязываем за один раз протянули теперь вновь подтягиваете петелечку чтобы у вас было вот это колечко побольше здесь ниточку немножко придержите повыше и протяните чтобы у вас вот такое примерно колечко получилось дальше вновь 1 2 3 вступаем между столбиками провязываем столбик без накида и вот таким образом вам нужно провязать до вот этих четырех петель то есть вы здесь восемь столбиков провяжите а здесь я вам покажу дальше как мы будем вязать и забывайте что после того как мы присоединяемся обязательно нужно провязать 3 петли подъема а то возможно вы будете забывать и только потом мы провязываем 8 столбиков и в конце мы вновь провязываем 3 воздушных петли соединяемся между столбиками вот я провязываю там не 5 6 7 и 8 ну вот я провяжу сейчас всех одной петелечкой вытягиваю посильнее здесь придерживая делай побольше вот видите какое у меня колечко 1 2 3 и соединяясь между столбиками вот так у нас должно получаться видите красота какая и вновь мы делаем 3 петли подъема 1 2 3 и последний раз провязываем 8 столбиков не последний один и следующий раз здесь вы уже провяжите самостоятельно вот мы связали да теперь у нас следующий уголочек мы его формируем 1 2 3 2 накида на крючок вводим крючочек за заднюю стеночку делаем 4 столбика с общей вершинкой 3 и 4 провязали делаем общую вершинку теперь вытягиваем посильнее петелечку провязали 1 2 3 теперь между столбиками столбик без накида без накида соединились дальше 1 2 3 вновь 2 накида на крючок за заднюю стеночку 1 делаем 4 вогнутых столбика с двумя накидами вот 1 2 3 и последний четвертый только на уголках мы делаем вот такие столбики то есть у нас здесь должно быть по 4 столбика и в начале петли подъема а потом опускаемся тремя воздушными петля петлями и провязываем столбик без накида вот видите у нас как бы получается такой прямоугольничек теперь мы вновь 1 2 3 соединяемся между столбиками и дальше 3 воздушных петли 1 2 3 и пошли вязать по 8 столбиков с общей вершинкой дальше 3 воздушных петли соединились столбиком без накида опять 3 воздушных петли подъема 8 столбиков с общей вершинкой опять 3 воздушных петли соединились и так мы проходим до конца ряда до последних четырех петель и здесь провязываем вот таким вот образом вот здесь мы с вами встретимся и так вот мы провязали дошли до следующего нашего уголочка осталось 4 петли 4 столбика мы вновь делаем 3 воздушных петли 2 накида на крючок и провязываем наши 4 столбика делая предыдущем ряду вогнутые столбики вот мы их как бы вгибаем назад я же говорю в начале может будет сложно потом вы это начнете быстро делать потренируетесь у вас начнет получаться не забываем делать вот в уголочках побольше петельку прям побольше они она подтянется будет нормально 3 воздушных петли и мы соединяемся вот в том месте где мы соединились вот у нас здесь мы закончили здесь же соединялись нам нужно так соединиться чтобы у нас было красиво поэтому вы аккуратненько распределите наши хвостики находим нашу петельку вот эту где мы соединялись и в нем сюда же соединяемся но ниточку мы не обрезаем а продолжаем вязать наши столбики делаем 2 накида на крючок обратите внимание здесь мы не делаем петли подъема сразу 2 накида на крючок эти ниточки я располагаю на изнаночной стороне вот наша петелечка то которая у нас была да вот она у нас большая я провязываю один столбик теперь провяжу еще один вот наши ниточки я так располагаю чтобы мне их сюда ввязать и сюда вот так мы должны провязать 12 столбиков у нас же было четыре уже провязана внизу в уголочке теперь нам нужно чтобы у нас было 12 всего должно быть 16 столбиков и провязываю таким образом 12 столбиков с двумя накидами провяжите их самостоятельно обязательно пересчитайте чтобы у вас было именно 12 столбиков здесь вот надо запрятать аккуратно и смотрите у вас вот два четыре шесть восемь десять двенадцать вот у меня получилось 12 столбиков вот это я белую ниточку вытяну сейчас потому что так не должно быть это некрасиво и я ее вытяну и спрячу другим способом а вот и у вас должно быть точно так же чтобы у вас было красиво некрасиво нам не нужно вначале я ее вытяну на изнаночную сторону вот а затем уже пропущу между наших столбиков спрячу так сказать вот вовнутрь таким вот видите теперь у нас это ниточкой даже нет это здесь получается она идет эта вершинка у нас поэтому здесь все нормально вот поэтому вот нужно так смотреть чтобы у нас все получалось красиво 12 столбиков мы провязали вот этот хвостик красненький у меня здесь идет все нормально я нахожу вершинку нашего столбика без накида вступаю в эту вершинку и соединяюсь столбиком без накида опять дальше делаю два накида на крючок и вот наша петелечка та большая которую я оставляла и теперь сюда провязываем 8 столбиков с двумя накидами 1 2 3 так смотрите вот эти наши три петли которые у нас были петлями подъема да мы их не считаем они у нас за столбики не считается здесь только 1 2 3 4 вот эти петли считается эти петли не считается и воздушные петли считается только столбики вот 3 я провязала теперь еще нам надо 5 чтоб провязать 4 5 6 и 8 вот если бы была маленькая петелечка уже бы не удобно было бы провязывать наши столбики вот я провязала теперь я нахожу вновь вершинку столбика без накида вступаю и вновь соединяясь вот таким образом нужно провязать до конца ряда петелечки подтягиваем так чтоб вот эти воздушные петли они оставались как бы как граница между низом и верхней и верхом телечки нужно подтягивать так чтобы у нас все красиво располагалось тогда будет незаметленный переход видите ну вот и теперь следующие провязываем 8 тоже столбиков с двумя накидами в уголочке здесь опять мы провязываем 12 столбиков здесь когда вы провяжите 12 столбиков мы с вами встретимся я покажу как мы будем делать ну принципе и так понятно что здесь 12 здесь 12 в промежутках вот в этих по 8 столбиков и и значит когда вы провяжите все по периметру до конца мы с вами встретимся и так вот я довязала вот так у меня получается на уголках вот так получается у меня между кружочками они у нас будут располагаться в шахматном порядке сейчас кружочки здесь затем будут вот в этих местах ну как бы вот такая выемка здесь у нас кружок это вязала здесь тоже 12 столбиков с двумя накидами в уголочек и теперь мы соединяемся соединяемся вот там где мы телечкой соединились давайте соединимся как надо то есть серединочку вступили и начале столбик без накида подтянули и я еще один раз провязываю воздушную петлю затем вытягивая ниточку нам она уже не пригодится мы ее обрезаем и сейчас я последний ряд вам покажу как это делается я думаю что вы уже немножко поняли этот принцип если вы потренируетесь вы самостоятельно свяжите конечно вот эти все столбики нужно поправить потому что в некоторых местах они не лежат как должны лежать я думаю что после стирки они выравняются теперь я беру другой цвет вот у меня такой красивый лимонный цвет как он называется я сейчас скажу то может быть кто-то будет спрашивать как называется это какой-то лимон незрелый лимон надо же название незрелый лимон вот и теперь раньше мы соединялись вот в этом месте да мы здесь соединились потом красненькую не красненькую ну вот такую малиновую соединили здесь а теперь и во всех последующих рядах мы будем в соединение производить вот сейчас я скажу в каком месте вот у нас воздушные петли да сейчас посмотрим вот это у нас воздушная петля да вот воздушная петля и сейчас мы найдем здесь вот она воздушная петля видно до 123 а вот это у нас уже пошли столбики вот отсчитываем 1 2 3 4 вступаем между четвертым и пятым столбиком опять присоединяемся петелечкой и вяжем 3 петли подъема дальше 2 накида на крючок опять вот таким образом наклоняем наши вот эту косичку до чтобы нам удобнее было вязать и вот вводим крючочек под наш столбик вытягиваем петелечку и провязываем один столбик затем второй столбик третий и четвертый теперь мы делаем общую вершинку и опять мы оставляем побольше наш наше колечко 123 соединяемся между столбиками и дальше пошли вязать 8 3 воздушных петли подъема дальше вступаем под столбик провязываем не довязывая столбик с двумя накидами так не получился у меня столбик и теперь мы должны провязать 8 недовязанных столбиков мы уже знаем как это делать и вяжем так до уголка на уголке мы провязываем вновь 3 воздушных петли 4 столбика затем 3 воздушных петли соединяемся и вот здесь у нас мы же у нас получится мы здесь 1 2 3 4 вот отсюда 4 столбика у нас уйдут остается 4 столбика с этой 4 столбика с этой стороны здесь у нас будет 8 столбиков с общей вершинкой то есть у нас теперь будут задействованы и бока вот с этой стороны с этой и с этой стороны я сейчас провяжу до конца и покажу вам как у меня будет все это выглядеть вот я довязала очередной ряд и как видите вот на коротких сторонах с этой стороны с этой стороны теперь у нас появились а столбики в количестве 8 штук наши уголочки они теперь будут сдвигаться здесь будет каждый раз увеличиваться и нужно внимательно смотреть что как будто когда вы будете присоединяться значит смотрите дальше вот я соединилась как и в прошлые разы и теперь я делаю два накида вступаю вот в мою петелечку которую я большую делала и провязываю 12 столбиков то есть везде на уголках мы вяжем вначале когда у нас идет первая половинка то есть нижняя часть нашего цветочка мы вяжем 4 столбика а когда идет верхняя часть мы в уголках вяжем 12 между мы вяжем нижняя часть идет восемь столбиков с общей вершинкой верхняя часть идет просто восемь столбиков столбики конечно с двумя накидами в общем-то узор простой и когда вы поймете как его вязать и следующий раз вот уже он мы сменим после этого цвета следующий цвет и нам нужно будет присоединиться через четыре столбика с двумя накидами то есть вот сейчас я довязываю четвертый столбик между четвертым пятым столбиком мы соединяемся ниточкой другого цвета и продолжаем вязать наши уголочки и затем провязываем аналогично вот этого ряда вот но я думаю что принцип вы поняли сейчас я свяжу несколько цветов и покажу что у меня получилось и вот такая красота у меня получилось после того как я провязала несколько цветов конечно плед необыкновенный я надеюсь что вы присоединитесь ко мне и свяжите тоже такую же красоту и я вам желаю прежде всего здоровья хорошего настроения легких петелек и до новых встреч до новых видео с вами была ирина